итак всем привет как вообще так получилось что я не будучи спортсменом решил участвовать в этом соревнований и более того что мы участвовать решили в нем с володей с которым мы рыбачили в болгарии и назвать команду мы решили x-bait названием которое носит моя фирма которая производит крупные силиконовые приманки и все для того чтобы ловить трофейную щуку и судака всем привет было принято решение что в этом году вместо отбора впал попробую выступить на трофей дубны это решение было связано с тем что отбор и пау будут проводиться ниже астрахани где будет жара скорее всего градусов 40 а у нас здесь на севере вполне комфортная погода ну вот первый судачок вовке попался на тренировке на такой до игровой уже трешка то точно есть за 3 . чё скидываем его аккуратненько за задний крючок кстати 9.33 получается у нас первая поймка произошла давай я прям внутри видос у тебя есть фотка первые мысли об этом появились еще в болгарии когда мы с вовой ловили судаков и он формате так подумать мне закинул идею а что если нам с тобой вдвоем выступить на трофей дубны мы вот вроде ловим с тобой сейчас судачка и там надо будет ловить судачка мы же вроде умеем это делать вроде умеем так надо наверно попробовать получается надо а на волге клюют судаки а на волге клюют судаки на самом деле бывали кругу качин туризм чуть чуть побольше раза в четыре пожалуйста году я решил попробовать так сказать свои умения ловли биологического судака уже больше года практикую к тому же еще зимой я смог уделить этому увлекательному заниманию где-то месяц причем месяц был довольно таки водоотворные много что для себя открыл весь тот месяц соответственно я ловил с иваном чечерин с кем мы будем выступать на этом турнире получать какой-нибудь два с половиной до есть причем минут на 10 поймал назад я везем его буксируем его на выпускание обошли опасный участок прям вот так смотришь на видео поклевка результате хорошо ты его зафиксировал я даже вымотить не могу они десистанции они десистанции это вообще двушка ну вот да наверно подарил тебе много удовольствия опять что она брызется кайф примерно так с этих мыслей и зародилась идея все-таки участвовать в трофее дубны но у меня было одно условие что мы должны всерьез готовиться и серьезно тренироваться перед этим турниром что приятно что у вовы были ровно те же мысли он не первый раз участвовал в подобных турнирах и в трофее дубны он также участвовал трофейки трюшечку судачишку с удовольненький на шлак судачишку да на мелкий хорошо тебе хорошо хорошо тебе что? отпускаем? давай качу с кер амбратно красота на ртуй судак слушай он издевался да это было мощно это было мощно и уже с завтрашнего дня мы будем активно тренироваться вот амбиции у нас довольно таки серьезные в этот раз я не знаю ну и вам чуть поскромнее наверное я как всегда так очень надеюсь что у нас получится как минимум войти в топ 10 друзья всем привет мы с Вовой всем огромные привет сегодня второй уже день подготовки вчера мы только на телефон немножко поснимали камеры не взяли но мы уже начали тренировки к трофею дубны команда x-baits в общем сегодня мы вам поснимаем более полноценно уже со всеми камерами а сейчас едем на базу разгружать у нас вот куча вещей бог говорит что это не много вещей но их на самом деле немало вода всякая еда всякое такое добро так что едем скорее на базу и начнем ловить с 11 числа заканчивается запрет на ловлю рыбы спиннингом на иваньковском водохранилище и мы отправились туда ну чё первый нафиг опа и отвалился ничего страшного ну по размеру 3 где-то по ощущениям не этот не гигант но он прям крайне крайне вялый то есть его надо именно очень-очень аккуратно ну слушай вов я его просто очень аккуратно поднимал глубина все таки 8 метров и лучше его аккуратненько да и на самом деле хорошо в дрейфе то вообще можно ловить здесь по правилам по регламенту можно ловить либо на якорь либо в дрейфе нельзя вертикально ловить но здесь как бы не вертикально здесь просто ну очень 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 медленно его поднимали было в этом дело ночью сработал между прочим злак x бейтсовский вот такой вот синенький он оставил чтобы я поставил именно его ну потому что он такой очень да он очень натуральный в воде он на самом деле прям супер выглядит он выглядит прям очень натурально надеюсь на камеру видно блики я думаю что он взял его за задней за задницу мне кажется взял на час но у меня у тебя сход был удар и тут же отвал да да я думаю что надо будет ставить да а вот коцка кстати около головы я не сомневаюсь что давно заглотил целиком только вынуть судака номер два поймали еще одного примерно такого как был тот это плохо но мне все таки кажется вовт был больше он по ощущениям был получше он наобок глянул вот судак на дно прямо ну как мы это видели я увидел он прямо в бугор ушел но судак от я супер медленно поднимал поэтому вопросов к нему нет трофейный слаг цвета только такой цвет сразу вот как истинно верующий человек в цвета ну мы с тобой уже много рыб на него переловили в болгарии я как человек не верующий в цвет слага стать поставил тогда этот два сама не очень хорошо ловил они поцелуются сейчас смотрит сами на любовь санта-барбара здесь надо этот саундтрек из фильма та-та-та-та причем самое смешное что это санта-барбара и не смотрел ничего этого не помню просто сейчас мемы есть я тут узнал что там такой саундтрек не ускоряю ничем ах ты был контакт был лов еще надо нет да она идет но он идет идет сейчас будет этот лучше сушен слушай ну это вот хорошая рыба за четыре которой она обычно давит он действительно за четыре или четыре или четыре прям там сто прекрасно но все заем нет головной я не успел одеть потому что сказал иди лови нет 36 36 эта рыба не очень большая сносная вот кстати можно увидеть это он и нес не вот это да нет не так сердце сюда вот какая-то толстенькая рыбка которую мы предполагаем что должна быть за пять если это конечно не сон вроде слишком спокойно стоит да и по форме вроде как не очень вытянутой но достаточно толстым по-хорошему будем бороться за призы дело в том что во-первых я считаю что я провел уже слишком много времени по ноптиксе и я плюс-минус понимаю что то как во вторых мой напарник иван тоже очень очень хорошо разобрался с этой темой к тому же у него еще есть производство вот эти вот фишек на них по-любому мы будем ловить большинство времени так как они себя очень хорошо зарекомендовали на вечер нормально кстати вот это наверное даже не сам большой я думаю что в нем тоже три с половиной четыре да да он заел ты видишь вообще все чё это там слаг маленький он вообще там очень глубоко я тебе помогу полку возьму ну сейчас поставить тут точку то нет фиксируем время пять часов шесть минут я такого старта давно не видел я веселые старты за верхней в тренировках было несколько интересных моментов один из этих интересных моментов это поимка в 6 часов 30 минут утра на одной из локаций классного трофейного судака поймал его вова сначала я в него делал несколько забросов но все время промахивался или как так проводил так что он не просыпался судак был вообще мертвый да чё то непонятно сбился прицел совсем вчера вопросов по моему не было знаешь чем может быть попробовать провестись над ним я вижу не попадаю ни черта ты кстати на якорь нас поставил вот же он не там и дожди секунду вот он может быть вот здесь они там на самом деле что очень какой-то странный прям товарищ дрогнулся наконец-то есть подсак надо хорошая рыбка туда фракциончик ну сейчас мы с подлодки вылезет да действительно так есть это прям хорошая рыба игровая ты думаешь сколько и думаю за 7 давай быстренько это очухивать маленький сложок работал ну видишь вов но он увидел объективно он за мной даже не двинулся ни разу то есть я все время мазал а ты со второго раза попал кайф он просто висел в толще висел на хорошей глубине на удачной как раз мы понимали что если мы его спровоцируем на то чтобы он пошел за приманкой есть хорошая вероятность что он атакует тем более было время выхода и несколько раз я не попал а вова попался второго раза маленьким слагом от икс каспер слаг и после того как судак потихонечку пошел за приманкой он практически тут же ее атаковал вова достал судака я ему помог моего за подсачили и обнаружили что у этого судака во рту другая рыба и как я потом прикидывал и смотрел еще раз видео это похоже то что судак гранд 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 бери знаешь что кстати мы сейчас его лучше спасаком зависим герой нашего времени кровить не должен ничего не должен ему туда прыжнем там не должно быть сильно повреждений он прямо за краешек неба и за нижнюю часть чуть-чуть я думаю что о закровил давай доставай перекись ну конечно и так может спуститься кстати он уже спускает уже спускает вон сверху 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 да и все о смотри пов хвост видишь изо рта торчит фоткой быстрей ну телефоном причем до тип подлещик чё-то смотри херня какая-то хвостище ну да он стоял втыкал то что произошло судак съел маленького судака большой на 8 килограмм 150 грамм съел маленького судака и встал просто встал его переваривать и у него торчал хвост этого судака из пасти и у него он прилипший к небу был такое прикольное зрелище по-моему не очень хорошо удалось это заснять но это было очень эффектно да это точно рекорд потому что эта херня весит на килограмм дай бог то есть это рыба очень игровая и в паноптик сейчас понаблюдаем если будет всплывать слоем смотри в паноптик куда она поехала ракетой вниз просто ракетой сдувается давляк давит сдувается фиксируем вес подсака 1 килограмм 300 грамм 8 100 все без суету и суициду ставь здесь жирное сердце и поползли дальше я видел здесь еще раз хрыб также один из классных прикольных моментов в тренировках был то что мы закрывались каждый тур мы не разбивали жестко в тренировках наши тренировочные дни натуры как это будет в игровые дни но мы примерно понимали что даже в момент поиска то есть даже в скажем так не совсем в тренировочном к туру формате мы закрывались равно каждый раз и вес был то 6 килограмм то 5 небольшим килограмм мы понимали что в принципе если ничего кардинально не поменяется и все будет также мы закроем ся или ели спалива относительно и привет нет поменьше но рыба хорошая все равно очень игровая вкусно тоже еле еле ну даже три наверно может даже без копеек может даже и трех нет зато посмотри насколько он его заел ну просто там у него весь как сейчас эти три тройника доставать быстренько зависим не будем ну так понятно что закрывной вот такого и надо чтобы не брызгал сильно заточку какой-то рыбой закроемся но конечно понимали что рыба в 23 килограмма если мы ей будем закрываться постоянно это сможет нас пододвинуть например к тройке или к пятерке лидеров как мы думали тогда но это не выведет нас там не на первую не на вторую даже наверное не на третью строчку ну кого крюнувай прокомментируй зрителям пожалуйста а то зрители думаешь у меня есть такие зрители которые думают что я ловлю на фрап это да надо быть в тренде поэтому надо ловить на икс бейт найт слаг как мы его назвали трофейный да вот этот нас цвет в топе смотри ударил опять в голову но щелчочек был легкий хорошая рыбейка я думаю ну я думаю что да за трешный судак три с чем-то вполне игровой несмотря на то что сегодня клюет мы уложились в тайминг и сейчас время у нас 13 часов 33 минуты . отскока ну 3 совсем с небольшим 3 200 рыбейка спускается четко спускается ну хоть как-то да среднее у нас закрытие реально где-то но килограмм 5-6 лишь какой-то небольшой вполне себе треснул сразу последний надежды надо было с другой стороны еще пройти вов на самом деле ну это корягу надо было просто объехать я тут чуть либо вылезла были мне достаточно быстро все делается боксерки есть некоторые коряги ты просто встаешь туда и проснула она туда почти всегда вы и вылезает как минимум здесь коряги где-то проводи сколько хочешь там никогда никого не будет хотя выглядит красиво в общем будет довольно таки тяжелая физически для нас неделя но это обязательно потому что без этого как бы полное понимание по воде у нас появится так как на данном турнире заявилась больше 6 не больше ровно 60 команд причем не уверен что как минимум половина из них будут ловить на panoptics а половина из этой половины они там ловят уже больше годы они скорее всего даже знают эти места лучше чем я хотя я там бывал не раз на это может попадешь знаешь почему-то не попал потому что палок а кто же тогда едет и это поехал тишки аккуратненько нет не быстро его давай по моему с трешками все достаточно понятно полторашка душ как сигару прямо дону сюда можем со старта дойти за 3 мин но вообще я один крючок только успел освободить перехватил его и он вырвался то есть я как бы не отпускал так вышло новую поймай как бы приехал сюда 2 минуты поймать его две минуты и обратно тренировку обязательно поймаем по любому будет рыба по любому будет трофей на красивая хорошая рыба сейчас миль заезд как же он красиво это сделал да сейчас воду может прогревать но какая-то сверх активность сейчас прямо на края хорош я уже знал что ты поймаешь до того как он сказали завтра даже не пахнет так наверное да наверное два до двух маленький запустила как он бахнул по лодке тренировались мы целый день выходили с самого утра самого раннего утра наверное просыпались где-то в 5 в районе половины шестого мы уже выходили на воду и рыбачили практически все тренировочные дни даже не до конца тура до двух часов дня а рыбачили прям до победного до 6 до 7 часов вечера практически уже изнемогая приходили домой что-то там ели что-то там какие-то дела созвоны с женами и спать спать сразу ложились спать потому что на следующий день опять такой же темп и так каждый день изо дня в день у нас было четыре тренировочных дня и все эти четыре тренировочных дня мы провели в таком достаточно жестком режиме но это в общем-то дало свои плоды потому что мы подошли достаточно обстоятельно и мы были максимально подготовленными к тому чтобы удачно выступить короче по что один забился такой на 2 ты такой да на двоих рыбы на двоих в общем все происходит про слаги наверно уже говорить нет смысла все и так понятно цвет тоже ну другой не кидаем крючок кстати головной сейчас сработал красавец двушка опа закоровил чуть я его коцнул жабрину похоже ситуации ситуация тяжелейшая мелкие судаки до 3 килограмм клюют исправно ничего не расстраиваемся просто ловим это расстраиваться и отпускаем почистка мест это класс я считаю что уже чтобы выиграть такой турнир нужно действительно придумать то что еще никто не придумал поэтому у нас есть плюс-минус пять дней на это все разобраться оставайтесь с нами непостанешь и всем ну и полейте за нас а там уж как получится вот так и вот 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 Субтитры создавал DimaTorzok